Как вы, наверное, уже знаете, компания Reflame начисляет доход за созданный товарооборот согласно маркетинг-плану компании. И здесь на слайде видно, что чем больше людей вы пригласите, которые купят что-то для себя в компании, тем больше процент комиссии за созданный товарооборот вы получите. Например, за товарооборот в 225 тысяч рублей вы получаете примерно 50 тысяч рублей. Неплохо, правда? Но за то, что вы начнете обучать ваших людей, которых вы пригласили, и помогать им зарабатывать здесь, компания вам выплачивает премии за то, что вы научите людей выйти на доход директора. Чем больше зарабатывающих людей в вашей команде, тем выше ваш доход. А теперь давайте перейдем к самой системе построения директорских групп. Эта система поможет вам и вашим людям, которых вы приглашаете, в наименее короткие сроки добиться наиболее высоких результатов, наиболее высоких доходов. Данный вид построения системы подразумевает командное построение директорских веток. Ваш спонсор начал приглашать людей и регистрирует их одного под другого в глубину. В один прекрасный момент появляетесь вы и желаете вместе с командой выйти на доход от 1000 долларов. Для начала. Для этого вы вместе со своим спонсором начинаете продолжать ветку, регистрируя туда своих новичков тоже. Назовем ее командная ветка 1. Синим цветом выделены люди, которые проявили себя активно и тоже влились в процесс рекрутинга. И регистрируют в эту же самую ветку своих новичков вместе с вами. Так как по маркетинг плану компания выплачивает нам межпроцентную разницу с товарооборота ниже стоящего, то вскоре вам нужно начинать вторую веточку. Когда это делать? Вы начинаете регистрировать своих новичков еще во вторую ветку, когда ваша первая веточка вышла на уровень не менее 6%. И когда у вас налажен личный ежедневный рекрутинг 1, 2, 3 регистрации в день. Когда вы можете прекратить регистрировать новичков в первую ветку? Тогда, когда в вашей ветке, в первой, находятся не менее 5 активных человек, которые ежедневно регистрируют также по 1, по 2, по 3 новичка. Тогда вы можете регистрировать всех своих новичков только во вторую ветку. Вторая ваша ветка выходит на 6%. В ней начинают появляться активные люди, так же, как в первой, которые наладили тоже свой активный ежедневный рекрутинг. И вы тогда начинаете свою третью командную веточку. Точно так же прекратить в нее регистрировать вам самим можно будет при наличии в ней 5 активных лидеров с налаженным ежедневным рекрутингом. И так далее. Данный процесс повторяется столько раз, сколько вам нужен доход. То есть, какой вам нужен доход, столько раз вы таких веточек строите. А теперь давайте с вами посмотрим, как проходит сам процесс регистрации. Чтобы не было путаницы, создана вот такая форма на Google Диске. Спросите ссылочку на эту форму своего спонсора. Вот я ее открываю. Нахожу последнего человека, регистрационный номер последнего человека, который был зарегистрирован. Вот эта ссылка есть в доступе у всех активных людей, которые ведут эту ветку. Их несколько, как вы понимаете. То есть, я беру ее, копирую регистрационный номер. Ниже пишу, регистрирую. Для того, чтобы забить такую очередность, вдруг кто-то хочет одновременно вместе с вами зарегистрировать под этого человека. То есть, я написала регистрирую. Это все обновляется автоматически у всех в документе. Дальше. Открываю. Арифлейм. Захожу под номером этого человека. Пароль. Одинаковый у всех. Вы его знаете. Если не знаете, спросите у своего спонсора. Дальше. Сверху. Зарегистрировать нового консультанта. Берем данные новичка, которого нужно зарегистрировать. Пишем e-mail. Пишем пароль. Фамилию. То есть, заполняем все строки, какие должны быть. Убираю льготный стартовый набор, так как сейчас льготка. Ставлю галочки. Регистрировать. Итак, регистрация прошла. Я беру номер консультанта. Захожу на эту страничку. Вместо регистрирую, ставлю уже номер регистрационный. И сюда вписываю e-mail, фамилию, имя, отчество. И пишу свою фамилию. То есть, того человека, кто регистрировал. Пишите сюда свою фамилию. Я думаю, что на этом все. Вам все понятно. Все вопросы к спонсору. Всего доброго. Продолжение следует.